Короче, какой мы вывод сделали, что на набережной Старой Гагри? Жрать не дают. Да, позавтракать не удастся. Вот вон какая красота. А вон какая-то кафе. Канадка. Добавляемся к машине опять мимо видов ресторана Гагри и оттуда поедем в кафе, который нам вчера понравился. Можно снимать, чем люди на сапах занимаются. Да, но эти люди, слава богу, занимаются йогой. Да, эти йогой. Но плохо видно. Собака морда вниз, Женя разбирается в этом, говорит. Планка, да? Собака морда вниз, планка. Так, это мы в Рице. Показался на завтрак. Лодочку. Молодец. Салатик. Думаешь, тебе хватит? Корочку. Сыной корочки. Сыной корочки. Ух ты. Махита клубничная без алкоголя. Махита клубничная без алкоголя. Вина бокальчик. Вина бокальчик. Как ты думаешь, я наемся? Ну вот, сейчас узнаем. Мне кажется, есть она. Сомневаюсь. А я прикоснусь к твоей водочке. И Шнитуной тоже завтрак. И как его. И сковородку мясника с вчерашнего дня мы еще ее присмотрели. А еще кофе, лимонадик. Кофе, лимонадик. Наверное, пивасикович. Ой, пробовал здесь сухумское пиво. Кстати, прям отчетно. Тут есть несколько видов. А пицунское, осир и сухумское. Сухумское мне больше всего понравилось. Разливное и бутылочное. А Жене также нравится вино диаскурия. Вот наш небольшой такой завтрак. Скромный завтрак, да? Сковородка мясника. Лодочка. Фелец и пленка. Хотя я сначала подумал, что это моя яичница. И немножечко напитков. Что, Женюлька, приступаем? Вот она, Рица. И это место мы однозначно рекомендуем. Наелись от пуза. Совсем практически справились. Кроме, да, там кусочек хачапури только мы с тобой не осилили. Да. Я очень рада, что сегодня я не в обтягивающей одежде. Иначе мне было бы тесно. Да, порекомендовала тебе. Вот. И теперь мы направляемся в новый Афон. Вот и новый Афон. Встречает нас такой фотогеничной погодой. Видите, солнца прямого нет. У облака где-то метрах 150 над нами. Там где-то есть крепость. Мы сегодня в нее, наверное, не пойдем. Потому что приехали, да, на копию. Женечка, молодец. Все у меня помню. Все знает. Обычно, если посмотреть наше видео, там прошлогоднее Клади знаний и я. Ну вот. Я почитала по дороге. На показателя. Ты моя сладкая. Очень приятно слышать такие исторические сведения от такой красивой девушки. Установили машинку на площадке снизу. Кстати, нормально все с парковками. И пешочком идем. Сейчас главное не пройти главную достопримечательность. Мы хотим парк посетить. И что? И монастырь, да? Да. Так, это, вероятно, парк, да. Какая-то из его частей. Очень красивая кафешечка на берегу. Мостики такие классные. Мостики, да. Ты захотела в кафешку? Пока нет. Но еще не вечер. Пока не пойдем? Еще не вечер. И вечер завтра. Наверное, впечатление. Чем-то он похож на центральный парк Гаграх. Здесь он гораздо ухоженнее. И, наверное, фотки не очень симпатичные. Вон, какие красивые черные лебеди. Тебе натаскал, смотри. Тебе очень идет это платье, Женечка. Спасибо. О, да. Тут павлины в клетке для нас. Проживающих в Гагрифе. Это так необычно. Ага. Ну, правда, если б страусы там ходили по Гагрифу. Он пугает, что ли? Или он пугает нас? Да. Красиво, да? Угу. Классно. Еще вот эти пальмы, кипарисы, горы вот с той стороны. Обалденные. Так, итак, первым на нашем маршруте был и есть парк. Со статуями, с прудом, с озерами, с фонтанами, наверное, где-то, да? Сильно парк изменился? То есть тут 16? Я не был в этом парке. Не был? Я почему-то не помню, что прямо в Новом Афоне был в парке. Вот только наверх туда поднимался. К этому, к монастырю. А парк не помню. Возможно, его и не было. Может быть, он был не такой ухоженный. Смотри, выглядит, слышно прямо на бережок. Лапку ходим. Слушай, лапку. Виды потрясные. Женечка, цветочек, озеро. Ослик. Прикольно. Цапля. Очень красивый парк. Я прямо немножко повторяюсь. Часть парка мы видели, когда с дороги проезжали в Сухуми. Здесь получается такая беседка, кафешечка с выходом в центр озера. Давай через мастику перейдем и ее поснимаем отсюда. Там тоже вроде все. Но только не хочется тут на лодочке плавать. Женя увидел, что там можно на лодочке плавать. Но зато прикинь, всегда запыть. Лодочки, кстати. Женя молодец и она узнает всю цену сразу. 100 рублей 20 минут. Что вам расскажут. 100 рублей. Какая стандартная цена. Лодочка 100 рублей, шезлонг 100 рублей, зонтик 100 рублей. Ну да. Шикарная. Огромные пальмы. Женя уже который раз сравнивает Абхазию с Бали. Кстати, она имеет право это делать. Мы там были. Вот. Детская площадка. Здесь оливка. А что это она как трясется? Это вот что-то, наверное, из породы оливковых. Действительно, почему именно эта веточка так шевелится? Коля, вот выясняют через программу МАПСМИ, сколько идти до станции. 10 пешком. 10 минут пешком от этого парка. Сейчас пойдем. Надо вот так вот выходить и туда идти. Вот так вот относительно батута и оливковых деревьев, да? Да. Ну пойдем. Батут, оливковые деревья. Если это оливковые деревья. Да, да. И женщина на дереве, да. На этом люди и могут пропасть. Будут искать оливковые деревья. И вот дерево. Вот мужик, вот дерево. Да, там реально сейчас на оливковом дереве сидела женщина. Лет, наверное, 50. И она залезла на это дерево, чтобы ее там сфотографировали. Только в чалме в каком-то. Вот наряды. Ага. Двигаемся вдоль кафешка импровизированного рынка с сувенирами. Вон туда метров 700 нам до водопадов. Ну, вот мое впечатление уже. Если выбирать ехать в Сухуми или Новый Афон, выбирать именно не в оба места, как мы, то обназначил Новый Афон. Вон поближе, дорога покомфортнее. Если рассматривать, да, альтернативу Гаграм, где можно посидеться. Чтобы поинтереснее. Да. Ну, тут вроде как до пляжа с волнорезами. Ну, тут их много. Просто именно центрально так себе. И море тут погрязняет. Железная дорога тут рядом. Ну, мы опять рассуждаем из того, что видели по видео. Сами еще не видели. Да, мы еще не доходили. Листевые дома здесь вдоль как раз. Дороги к водопаду. Дорога такая очень живописная. Смотри, с детками в такой красивый домик приехать. Но только, конечно, это до моря далековато будет. Ну, дальше, чем мы привыкли с тобой в Гагриш в этот раз. Ну, наверное, ближе уже сложно будет представить. Только если как-нибудь на Мальдивах уже непосредственно... Ну да, бунгало. Бунгало, которое в океан уходит. И много ресторанов. Жене нравится, что здесь очень много ресторанов. Лучший слоган, который я здесь прочитала, это «Едим и пьем 24 часа с любовью к вашему кошельку». А почему Женечке нравится, когда много ресторанов? Потому что она любит поесть? Не начинай. Точнее, не продолжай. А вот и Новоафонский водопад. Рядом храм. Ну, где-то минут, наверное, 7 идти от парка. Кто-то хочет сока? Кто мы мою красавицу еще не видели? Вкусно очень. Всего 100 рублей. В двух руках по стакану и везде сок. Да. Идем вдоль горной речки. Возь, смотри, может возьмем банку в калифтовый день? Может и возьмем. 200 рублей. Хорошо. Нет, цены тут классные. Это музей и какой-то храм. Видимо, он почему-то только не работает. Такой похож на те храмы, которые мы видели в Армении. Здесь, вон, сувенирные рынки идут. И вот водопад. Ну, очень много народу. Очень вкусный. Такой сладкий-сладкий. Мне тоже понравился. Прям освежает. И тут она совершенно не жадничает. Под самый верх наливает стаканчик. Ну да. Мы вспоминаем у нас Ростовина. Напишем, 300 рублей приблизительно. Такой же объем стоит. Кислого сока. Кислого, да. А тут апельсины либо местные, либо абхазные. Турецкие. Либо абхазские. Мы приближаемся к водопаду. Водопад красивый. Да. Все больше и больше тут становятся туристы. Все стараются с ним сняться. Кто-то даже вон все вместе. Ну, и мы сейчас с тобой сдаем. Давайте сделаем ссылку на фоне водопада. Она проработала как ГЭС. Да, 1909-й, 1930-й. ГЭС, которая была построена еще... Скажем, 1902-й, смотри, наверное. Ну, может, второй год. Построена еще в российские времена. В уровня Российской империи. И потом от нее питалась электричеством часть Абхазии. Смотрите, здесь прожектора. Здесь, вот я смотрю, очень много прожекторов, ламп, подсветок растительности. Соответственно, здесь и вечером интересно. А вот самые классные виды Абхазии. Так сделано, да? Не знаю, может, раньше было это закрыто. Почему? Вот мы раньше этого не видели. Не знал я даже про это. Ну, может, просто... Ну, просто не интересовался еще даже. Смотри, там вот на лодочке, наверное, интересно плавать. Ну, да ладно, знаем. На лодочках плавают. Выдорожат в себя адреналин. Смотрите туда так. Бжух! И скотились по водопаду. И вот заброшенные станции железной дороги Псыр. Самое эпичное сооружение Абхазии, которое мы хотели посетить в этом году. Потому что раньше даже я его не видел. Теперь все, да, рано утром приехать, чтобы поменьше 300 было, но захотелось завтракать, да? И поспать. Где еще к железной дороге вот так вот листья пальм, да? У нас на советском пространстве, по крайней мере. Вот были в Батуми, там вот не так. Штраф 500 рублей. Хочешь ли 500 рублей сфоткаться с пальмой? Итак, тепловоз Евгения прибывает на станцию прибытия. Меня это самое. Вала у тебя сбит. О, а тут, кстати, классное фото сейчас будет. Написано, потому что это как раз станция. Чем-то по красоте там Гузерипль напоминает, но тут красивее. Там тоже вот эта вот дорога, которой мы в Гуанке ездили. А тут, смотри, еще один мостик, какой-то другой путь. Ну, это Краснодарский край, да. Но там сложные такие пограничные состояния между Адыгей и Краснодарским краем. Ну, да. В рот Симона Канонита. Сколько до него? 550. Ерунда. Ну, если не в горку, попробуй. Так, а что это, куда мы идем? Мы идем в рот Симона Канонита. Ход на эту туристическую тропу стоит 200 рублей для взрослого, 100 рублей для ребенка. И три свечки стоят 50 рублей. Это древняя пещера, которая естественным путем образовалась, согласно легенде. И даже там есть, ну, типа, креста, который тоже в этой пещере находится ежегодно. Тысячи паломников со всей, хотел сказать, со всей страны. Ну, тысячи паломников. Да. Приходят, чтобы попросить счастья в супружинке. Здесь такие дорожки нормальные. Шикарная речка. Мы продолжаем сравнивать Абхазию с местами, где побывали, а нам есть сравнение. В данном случае с Адыгейей тоже очень красиво. Горная местность. Здесь горы побольше. Дорожки, например, по сравнению с водопадами Руфагба, более такие облагороженные. Не для горных. Цены демократичнее. Там за 500 рублей нужно этот мостик перейти. А здесь всего лишь за 200. Там же мост, ну, этого, великанная Руфагба. Да. И, смотрите, речка, она протекает тут постоянно как будто под деревьями, под кроны, под таким постоянным, как в домике. Ожидал я, что будет сегодня душно. Ну, во-первых, солнышко нас миновало. Во-вторых, наличие здесь речки делает дополнительное кондиционирование. Ну, сыра, да, это, наверное, по мне видно. Еще один водопад и кабинки для переделания свидетельствуют о том, что здесь можно купаться. Так, с учетом удаленности от моря, это единственная, наверное, возможность новым афоним скупнуться. Ну, почему? До суда тоже надо добраться. Очень известно. Да еще и вход платный постоянно, да? На море-то, наверное, еще не сделали платных проходок. Смотри, какая бурная вообще. Кстати, не просто водопад, это плотина 1903 года. Здесь, в общем, люди даже идут из него. Видите-ка, и речка закончилась. И вон крест там стоит. Да. Да. Дальше идет просто усилие. Видимо, она где-то теперь под скалой проходит. Ага. Завершающая часть маршрута проходит вот по таким ступенькам. Раз, площадка. И вот вверх еще. По вот этим ответным сколам. Хорошо хоть здесь кирилл или от грота мы дошли. А выше келья? Чем келья от грота отличается? Келья от где живут. Угу. Угу. Ух, в смысле, грот это пещера. Пойдем свечки поставим? Пойдем. А келья-то где он жил, да? Там, кстати, реально служба. Есть мужчина, который за всем следит. Каждый подходит и читает молитвы. Поет их. Туда келья. Туда вниз обратно грот. А это вот выход на тропинку. Так, чтобы не там опять идти, где мы шли. По другому маршруту там. Без ступенек. Ну посмотрим ради интереса, что там новенького. Где-то мы с Женей спускаемся по дороге горного ручья. Когда дождик идет, вода вот как раз, судя по этим белым камешкам, и бежит туда вниз к речке. Романтично. То есть это не протопланная дорожка людьми? Ну, сверху уже на дотоптали. Но в первую очередь это деяние природы путем вымывания из клонов щебня. Напряжная прогулка получилась. Туда минут двадцать мы шли. Там, ну, пять-семь минут мы в дроте и в келе простояли. А обратно, наверное, минут семь-восемь. Вообще очень быстро, неожиданно. Да, за поворотом уже все, выход упал. Мы заходили через такой дальний заход к Сансу. А вот выходим, тут какая-то туннель. Мы сейчас, видимо, очень скоротаем путь. Ну, вообще прикольно, если мы выходим туда, куда столом. Еще один наш подъем. Крестный путь. На этот раз к Новоафонскому монастыру. До этого мы ходили в кельи. Сейчас к монастырю. Дорога к монастырю. Машина не отсюда. Машина не ставит, написано на этикетке. Как вон объявление? Этикетки дерева. Этикетки дерева. Девушка, девушка, а вы как по горкам-то прыгаете? Наверное, тренируетесь? Да бывает. Бывает? За вами не уходишься. Вот так вот дорога заворачивает. И там будет вход на территорию монастыря. Вот и вход на территорию монастыря. Ну и как же без мини-рынка, в том числе и на территории монастыря. Цыгане опять находятся со своими враслетами. Цыгане, да, тут прямо на монастырской площадочке. Портят вообще впечатление. Тут цыгане особые. Они нам вчера на Нову Гагри подходили с синичками. Ну и не только к нам, ко всем подходят и предлагают, да. Стаканчики. Стаканчики, какое там пожелание вызовет, вытащит. Древняя крепость Анакопия, да. Не, не полезен, мы не поедем в этот раз. Оставим на сладенькое, если вдруг вернемся в обходе. Внутри взошли уже. Вот это вот монастырская церковь, куда в принципе все ездят на паломничество. Юбки выдают. Ну мы со своей были, да. А у меня шорты прикрывают колени. Сразу через дорогу от Приморского парка идет само море. Это один из пляжей. Самый такой неказистый, маленький. Но он есть. Тут даже кинотеатр есть какой-то. Да, мультфильм Рио. 20-30. Ой, смотри, капушечка тоже. Саб здесь стоит 500 рублей на одного, 700 на двоих. Ржавый понтон. Кто-то портит вид. Там тоже понтоны дальше. А туда вроде симпатичного. Ну вот такой настил прикольный, да, из деревьев? Да, классный. Лиственный. Ну и вид прикольный вон на море. Но наш в Гаграх лучше. В Гаграх, да. Красивее. Решили чуть передохнуть в своем пути. И после пляжа зашли в кафешку. Ну, не есть, а выпить мандаринового сока, кофе. Ну и вот заодно цены посмотреть. И цены посмотреть, да. Прям напротив пляжка, кафешка. Вот Коля просмотрел меню и понял, что хочет попробовать съесть сердца. Ну не сейчас, да. Вечером если пойдем. Да, может быть вечером. Сердечки, язычок барани на мангале. Ну да. Попробовать как это все на вкус. Пиво, вино, шампанское. Мандариновый сок. 90 рублей стаканчик. Сегодня меня Коля балует фрешами. Апельсиновый фреш, мандариновый фреш. Ну это нам типа компотом будет сейчас. Ну сейчас посмотрим, что там за фреш. И потом поедем. Волохмы. Завершающая часть нашей сегодняшней поездки по святым местам. Приехали в Волоховной. Мы залезли на колокольню. Мы залезли на колокольню. Женя дальше лезть не хочет. Не знаю, тут в принципе запрещено, не было написано. Здесь упокоятся все последние потомки княжеского рода. Здесь самый главный князь. Когда еще последнего княжества Абхазского. Кто-то вот здесь вот. Кто-то непосредственно под стенами от этого храма. Там изначально был построен в 4 веке. Был разрушен. Того вида, в котором он представлен сейчас, он построен уже в 8 веке. Поэтому считается самым старым древним храмом в Абхазии. Одним из древнейших сооружений православных мест всего Кавказа. Храм весь в опорах. Старый-старый. Или может ремонтируют его потихонечку. Небольшой. Но святости в нем чувствуется очень много. Намоленный. 16 цветов, да? В пятом веке? В восьмом веке вот это здание было построено. В восьмом веке? В восьмом, да. В четвертом веке, по-моему, его как бы изначально построили, потом разрушали. Посетили храм Влыхны. Такое целое паломничество у нас сегодня получилось. Сейчас едем в Пицунду. Наш следующий этап нашего отдыха. Выбрали объединение пансионатов в курорт Пицунда. Продолжение следует.